Госпожа Дорошенко, Герашенко, уважаемые коллеги, уже прошел год с тех пор, как Государственный Совет Российской Федерации проголосовал за ввод войск на территорию Украины. Российские представители политических сфер сегодня в нашем зале, именно те люди, которые утверждали военные действия в Украине, эти решения привилегивали женщин и детей Украины. Некоторые на российской политической арене сами испытывают санкции, потому что касается безового режима и отказа в их въезде на территорию стран Европейского Союза. Но сегодня они находятся в Страсбурге, как будто ничего не произошло, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом в качестве российской делегации на Ассамблее. Одновременно с этим Надежда Савченко, член Украинского парламента, пользующийся тем же дипломатическим иммунитетом, остается под арестом в России. Сегодня мы видим, как в российской политике за основу берется несоблюдение всех норм и всех правил. Прошел год после того, как президент России, господин Путин, объявил всему миру, что в Крыму не было российских войск, затем он признал присутствие российских вооруженных сил на территории полуострова. Каждый день мы получаем сведения о репрессиях в отношении крымских татар. Наш коллега, лидер крымских татар Мостафа Джамик, до сих пор не имеет права вернуться на оккупированный Крым. Президент Российской Федерации также заявил о том, что если необходимо, он поставит женщин и детей перед российскими вооруженными силами. В настоящее время пророссийские террористы используют или устанавливают различные виды вооружений на крышах гражданских жилищ, в школах и больницах, подвергая бомбардировке города и мирные деревни. Последнее событие убийства людей в автобусе недалеко от Волновахи и в гражданских кварталах Мариуполя является дополнительным подтверждением. Российские власти шантажируют мир и Украину, требуя вынести на переговорный стол присутствие террористов и так называемых Луганской и Донецкой народных республик. При этом используют и тот же живой щит из женщин и детей. Вот почему сегодня мы требуем от всех стран мира, как присутствующих здесь, так и за ее пределами, править солидарность с Украиной. Мы признательны тем, кто заявляет, что он гражданин Мариуполя, он гражданин Украины, что он высказывается против террористов и против страны, которые поддерживают террористов. Украина, президент Украины, украинские власти и украинский народ высказывается за мирно регулирование конфликтов в Донбассе. Но диалог невозможен, если говорят оружие, говорят ДИЕ, оружие и ракеты. Мы прозываем к немедленному возвращению к Минским договоренностям. Мы требуем, чтобы эти договоренности были реализованы. Необходимо добиться подлинного прекращения огня. Вот почему мы, в первую очередь, требуем возвращения к Минским договоренностям. И лишь после этого можно говорить о возвращении российской делегации в зал заседания. Любое другое решение, которое будет принято в нашей Ассамблее, вселит лишь в страх и не обеспечит соблюдение базовых принципов. Только после этого мы можем говорить о возвращении российской делегации в наш зал заседания.